Из-за лесных пожаров на территории Магадана введен режим ЧАЭС. Горит 20 гектаров леса. На месте очагов работают группы спасателей из пожарных бригад городского и областного гарнизонов. Всего с огнем борется 114 человек и 25 единиц спецтехники. Кроме того, в тушении пожаров задействован вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра Хабаровского края, который сейчас работает в очаге возгорания. Также дополнительно выделили бульдозеры, чтобы предотвратить подход огня к населенным пунктам. По словам сотрудников МЧС, угрозы жизни населению пожар не несет. Оперативная обстановка сложилась в районе Сокола следующим образом. Вчера около 17.00 получила первичная информация о загорании лесного массива. Убыла оперативная группа главного управления и пожарно-спасательной части номер 21. В ходе проведения разведки был обнаружен природный пожар. В настоящее время природный пожар находится на площади 20 гектаров. Кроме пожара около поселка Сокол лес сгорел на мысе Нюкля, а также очаг возгорания был зафиксирован в бухте Батарейная. Сегодня пожар на так называемом мысе «Спящая красавица» локализован, а в лесу у побережья пожарные продолжают борьбу с огнем. Принято губернатором вчера решение. У нас на территории города Магадана действует пожар в районе наших любимых трех братьев. Туда добраться пешим ходом сложно. Это в районе бухты Батарейной. Было принято решение губернатором вчера привлечь вертолет в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сегодня он делает облет и прежде всего он занялся пожаротушением с воздуха, конечно, Сокола. В район бухты Батарейной вылетают на вертолете спасатели федеральные для того, чтобы лыкли. Там небольшой пожар, два гектара, но в случае, если ветер будет помогать, этот пожар быстро из двух гектаров может превратиться в 20 гектаров. По словам экспертов, все три лесных пожара в округах Магадана возникли по вине человека. Это брошенные в походах окурки и не потушенные до конца костры. Виноватого в возникновении одного из лесных очагов нашли. Суд виновному вынес приговор об оплате штрафов в 175 тысяч рублей и 300 часов исправительных работ. Сотрудники спецслужб предупреждают. За обращение с несанкционированным открытым пламенем предусмотрена административная и уголовная ответственность.